Нам хотелось бы точно знать, для такого-то числа, какое будет двигаться. А это такая вот типичная теорема существования. Мы знаем, что оно существует, но чему именно равно? Какая-то оценка у нас получилась, что это n не больше, чем k квадрат. Видно, что, конечно, очевидно, что там есть что-то более интересное, что-то более замечательное. Так вот, я хочу сейчас успеть рассказать эту самую более интересную информацию. А именно, я сейчас, безусловно, не буду рассказывать целиком, а возьму только ситуацию, когда k простое число. И мы с вами посмотрим еще несколько вот таких вот факторов для простых числов. И попытаемся разобраться, какое простое число имеет смысл разобрать. Ну, например, 17. Замечательно, простое число после 13. На 17 делится 34. 9. Слушайте, это потрясающе. Fn делится на 17, тогда и только тогда, когда n делится на 9. Так, кстати, я это что-то не проверяю, но поверь, что если хочется, то что-то все и получится. Вот, интересный вопрос, а что такое 9? Непонятно? Интересный вопрос, а что такое здесь число 3? И как все это вообще связано? А знаете что? А знаете что? А ведь 14 это 13 плюс 1. А 18, 18 число Фибоначчи, то же самое, то же самое 9, имеет смысл глядеть на B плюс 1 число. То есть, давайте подумаем, верен или не верен такой факт. Гипотеза. Гипотеза. число Фибоначчи с номером P плюс 1 делится на P, если P, но только единственное, что делается с пятеркой. Здесь вот смотрите, написано, Fn делится на 5, если n делится на 5. Здесь вот все хорошо. F3 делится на 2, F4 делится на 3. Все замечательно. Вот здесь придется написать так. И при этом число B не равняется 5. Откуда берется число 5? Непонятно. Но если мы это не напишем, то гипотеза уж точно не будет верна. Давайте посмотрим хотя бы еще для парки простых чисел. Так, до какого я тут написал? Вот это вот у меня 12 число, да? Давайте посмотрим. 13 число это 233. Господа, мне очень интересно дойти для числа 19. Это будет одна последовательность. И B равняется число 23. Это будет другая последовательность. для того, чтобы не особо мучиться, я буду писать только остатки. Беру остатки от деления на 19. 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Пока ничего не отличается. Так, 21 минус 19. Это 2. 15, 17. 32 минус 19. Так, знаете? 13, да? 13, 30 минус 19. 11. Здесь будет по 17. Здесь будет 1. Опа! У нас в гипотезе написано, что фи со значком B плюс 1. Мы ожидали, что это будет на 20 месте. А получилось, что на 18. 19 дает минус 1 при делении на 4. Здесь надо поставить плюс-минус. И знак минус, если B плюс 1 делится на 4. То есть гипотеза оказывается вот такая, более хитрая. Так, теперь давайте смотреть. Теперь давайте смотреть. А вот здесь вот фиеное делится на 7. Мы точно не ошиблись? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тогда я не понимаю. А семерка я не понимаю, чем отличается от числа 19. Господа, часть наша гипотеза тоже неверна. Для 7 не очень понятно, что. Давайте так. Давайте скажем, что вот что-то такое должно быть. Вот то ли плюс 1, то ли минус 1. И, соответственно, хотелось бы, чтобы вот, когда берешь то ли фи плюс 1, то ли фи п минус 1, чтобы это число делилось бы на простое число п. Согласитесь, что выбор из двух чисел в конце концов гораздо легче сделать, чем из одного. и вопрос интересный, а как это в принципе можно доказывать? Потому что все, конечно, замечательно, что, ну, то есть, если мы заполим гипотезы, там, для того, чтобы все-таки разобраться с этой самой делимостью, лучше всего это вывести явную формулу для числа фибоначи и после этого, посмотрев на эту явную формулу, сказать, там, будет делиться, не будет делиться, и тогда понять, когда же там плюс 1, когда же минус 1 и так далее. Значит, сейчас надо забыть об этих вопросах делимости и задать себе простой вопрос. Как n-ный член последовательности фибоначи явным образом выразить через число n.